Аквамен стал абсолютным лидером мирового кинопроката в новогодние праздники, оставив другие не менее интересные премьеры позади. Сейчас кассовые сборы превышают 750 миллионов долларов, и это большой успех для компании DC Comics и студии Warner Brothers. Последний их успешный проект — фильм «Чудо-женщина». Два года назад она собрала 850 миллионов в прокате, но Аквамену надо побить рекорд Бэтмена, который в 2012 году принес DC Comics более 1 миллиарда долларов, и до сих пор остается их самым успешным фильмом. Учитывая, что только за 10 дней прокат Аквамена удалось собрать столь внушительную сумму, у него есть все шансы стать самым кассовым супергероем в истории кинокомпании. Netflix наконец объявил дату выхода следующего третьего сезона «Очень странных дел» — одного из самых успешных проектов компании. Премьера новых серий состоится летом, 4 июля. Netflix опубликовал новость на YouTube в формате видео, которое представляет собой нарезку из новогодней передачи «Дика Кларка» 1985 года. Ну а на постере нового сезона, который также появился в интернете после оглашения даты премьеры, многообещающий слоган «Одно лето может изменить все». Шеф-повар и ведущий шоу «Адская кухня» Гордон Рамзи сообщил, что он и его супруга Тана готовятся к рождению пятого ребенка. Радостной новостью семья поделилась в своем новогоднем видео в Инстаграме. Гордон и Тана женаты с 1996 года. Три года назад они сообщили своим поклонникам, что Тана беременна пятым ребенком, но через месяц после этого у нее случился выкидыш, когда она была на пятом месяце беременности. Пару тогда поддержали миллионы поклонников по всему миру. Для Винсана Кассели следующий год тоже станет очень важным. Актера, его жена, модель Тины Кунаки, ждут ребенка. Слухи появились еще в последние дни 2018 года, но вот только сейчас они их подтвердили, опубликовав видео в Инстаграме. Для Кассели это будет третий ребенок. У него есть две дочери от брака с Моникой Белуччи. А вот Кунаки станет мамой впервые. Я напомню, что они вместе уже два года, а четыре месяца назад сыграли свадьбу. И даже разница в 31 год не стала для них помехой.